День открытых дверей Это уникальная возможность познакомиться с разными направлениями и факультетами вуза. Российский университет дружбы народов вновь открыл свои двери для будущих студентов. Подробности далее. Апрельский день открытых дверей и своеобразная репетиция перед выпускными экзаменами в школе и вступительными экзаменами в университет. Те, кто еще не определился с местом, где будут получать высшее образование, отправились сегодня в РУДН, чтобы своими глазами увидеть самый интернациональный вуз страны. Я решила выбрать именно РУДН, потому что, насколько мы знаем, это университет дружбы народов, и поэтому здесь собрано большое количество ребят из разных, скажем, областей нашей страны и других стран, и поэтому это отличная возможность завести полезные и нужные знакомства. Здесь действительно здорово. Понимаете, вот это действительно дружественная атмосфера. То есть, вот это дружба народов, сплоченность. Факультетов тоже много. Я очень много наслышала о том, что тут проводятся различные фестивали, тут очень насыщенная студенческая жизнь, поэтому мне, конечно, и педагогический состав интересен, и вообще все, что тут происходит. В холле главного корпуса РУДН с самого утра царит небывалый ажиотаж. Сотни школьников со всей Москвы и из разных уголков России не только выбирают вуз, но и свою будущую профессию, ведь от этого выбора зависит их последующая карьера. Здесь есть факультет по профессии музыкальной, которой я хочу в своей жизни заниматься, переводом, переводом времени, который впоследствии обучает специалистов по синхронному переводу. Также меня привлекает наличие большого количества международных программ в этом университете. Мне всегда хотелось получить образование, где они учатся за границей. Меня привлекает профессиональное обучение иностранных языков, английского, и поскольку здесь собрались люди разных национальностей, и Азии, и Африки, они смогли помочь мне освоить и свои диалекты в языках. На многочисленных стендах представлена самая полная информация об учебном процессе, культурной жизни, образовательных программах и других возможностях, которые дает университет. Студенты и преподаватели охотно отвечают на вопросы абитуриентов и дают ценные советы, которые, несомненно, понадобятся при поступлении. Наш университет сотрудничает с очень многими компаниями известными. Если ты выделяешься в учебе, если у тебя реальный талант в твоей профессии, твоей специальности, то обязательно тебя заметят и пригласят. Это ежедневная практика языка, это ежедневная практика и с носителями, это огромное количество часов изучения, это и какие-то грамматические задания, это и устная практика, то есть язык, это то, с чем мы работаем. У нас идет очень серьезная подготовка языков, а также есть направление на переводчика, и когда вы окончите, вы также сможете работать переводчиком в любой из фирм. На традиционной встрече с руководством университета школьники знакомятся с программой и системой обучения в РУДЭН, задают интересующие их вопросы. Предоставить наиболее полную информацию по всем направлениям подготовки и сориентировать будущих студентов – вот главная задача мероприятия. В РУДЭН я хочу поступить уже начиная с 10 класса. Мне нравится то, что это институт, объединяющий несколько народов. Я знаю то, что здесь возможно получение сразу двух дипломов, в том числе и переводчиков, что очень полезно в современном студии. Я знаю о том, что в этом университете возможно сотрудничество с университетами других стран. Я считаю, что если я поступлю в РУДЭН, я смогу получить достойное образование, смогу найти друзей из других городов, а также других стран мира, и смогу поставить себя в современном обществе и научиться коммуникациям между другими странами. Я бы хотела учиться в РУДЭН, потому что мне кажется, что это лучший университет, ну, той специальности, которую я хочу выбрать. Я в РУДЭН уже не первый раз, и хотелось бы найти здесь тот факультет, который мне придется по душе. Выбор вуза – непростая задача, поэтому подойти к этому нужно ответственно. И тогда, выпуская ассистент своего университета, молодые специалисты станут обладателями не только качественного образования, но и верных друзей, незабываемых моментов и ярких воспоминаний на всю жизнь. Дорогой абитуриент, я не профессор и не доцент. Я такой, как и ты, только будущий, в делах не во всех сведущий. И вообще, я еще сам слишком малый. Ну вот что бы тебе сказал? Не печалься, мой друг, и не бойся. А посторонним не беспокойся, в жизни всякое бывает, поверь. Но пред тобою открывается новая дверь. Войти в нее будет сложно, и до этого делать надо все осторожно. Быть скрупулезным, старательным, на экзамене очень внимательным. Но жизнь справедлива. Поверь, войдешь именно ты в эту дверь. В объятиях утонешь родных и самых тебе дорогих напоследок добавлю. Держись. Будь сильным, не бойся, борись. Ведь все в этой жизни в твоих руках. Уверяю, ты не потерпишь крах. Ах да, родные, ребенка не попрекайте, а лучше лаской, заботой и теплом одаряйте. Екатерина Гульбина, Олеся Захарова, Екатерина Галайдала, Ила Сабанеева, Сергей Мартыненко, Илья Схасьянов. Новости ТВ РУДН. Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета Дружбы народов отметила свое 25-летие со дня ее основания. Как это было в нашем сюжете. Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета Дружбы народов в этом году отмечает свой юбилей. 25 лет со дня основания. От лица медицинского института поздравлю всех присутствующих и сотрудников кафедры наших гостей со славным. Кафедра является разработчиком ряда эндопротезов тазобедренного и коленного суставов. Это очень важно для нашего университета. И могу сказать, что, конечно, и университет, и медицинский институт с вами не столько своими руководителями, сколько теми кафедрами, теми выдающимися учеными, профессорами, которые трудятся у нас. Кафедра является разработчиком ряда эндопротезов тазобедренного и коленного суставов, мелких суставов кисти, искусственных связов, фиксаторов позвоночника, новых лазерных установок, аппаратов наружной фиксации и многих других. Именно этой кафедрой впервые в мире была разработана новая пара трения в узле движения эндопротеза теудин-политилен, в которой использованы новейшие достижения отечественного материаловедения. Наша кафедра работает очень плодотворно, и, конечно же, у нас большой поток желающих учиться на кафедре. Можно сказать, студенческий научный кружок, который у нас есть. В нем есть выпускники практически всех вузов и студенты всех вузов города Москвы. Также на кафедре разработаны передние мини-доступы при операциях на позвоночнике. По поводу спондилолистеза с использованием конструкции собственной разработки и моделированием патологии позвоночника стереолитографическим методом с целью индивидуального изготовления фиксаторов. У нас с РУДН и непосредственно через Николай Зильча имеется договор совместной работы, где идет обмен сотрудников. Ихние сотрудники приезжают к нам. Ну и вот сейчас мы приезжаем сюда, обмениваемся опытом, мнениями. Я считаю, что это хорошее начинание, и будем дальше продолжать, потому что у нас есть много тем, на какие мы можем по нашей медицинской части обсуждать, развивать и приводить всю эту науку в движение. Главная ценность кафедры травматологии и ортопедии – ее сотрудники. Профессора и доценты, аспиранты и ординаторы. Талантливые и разносторонние личности – коллективы клинических баз-кафедры, которые достойно исполняют свой врачебный долг. Анастасия Колесниченко, Илья Схасьянов. Новости ТВ РУДН. В Российском университете «Дружба народов» на базе факультета гуманитарных и социальных наук отметили День историка. Подробности в материале наших корреспондентов. День историка на факультете гуманитарных и социальных наук РУДН – событие отнюдь не рядовое. Ведь история – одно из основных направлений ГУМСОЦА с самого его основания. Здесь изучают все направления исторической науки. А студенты, аспиранты, преподаватели факультета сами организуют интереснейшие мероприятия. Это была крайне интересная конференция. Уверена, она будет интересна не только будущим историкам, будущим специалистам, но и людям совершенно различных, самых разнообразных направлений. Конечно же, это очень не только интересно, это очень полезно, как в плане будущего трудоустройства, так и в плане каких-то либо жизненных премудростей. Нас посетили различные ученые, историки, выдающиеся люди с различных университетов, не только с Российского университета дружбы народов, но и с факультетов МГУ, многочисленные известные работники, крупнейшие историки нашей страны. Было очень приятно увидеть столько интересных людей. Именитые гости вместе со студентами обсудили актуальные вопросы исторической науки. Какова ситуация внутри самой профессии историка, как к ней относится современное общество, да и вообще, нужна ли она сейчас? Очень четко, очень грамотное изложение материала, обращенное не к сухой научной стороне, но скорее к бытовой стороне вопроса. Побольше бы, конечно, таких конференций. Очень это, скажем так, сплочает людей. То есть очень приятно почувствовать себя будущими настоящими специалистами, которые могут бок о бок сотрудничать и даже называть коллегами таких видных специалистов. Очень интересные высказывания по поводу цели истории, высказывания по поводу прогнозирования будущего. Действительно, история очень важный предмет. В общем, мне очень понравилось. Я надеюсь, что много людей будут также заинтересованы историей в будущем и не оставят этот прекрасный предмет. Телевидение РУДН. Новости. На сегодня это все новости. С вами была Анастасия Колесниченко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин